Когда я был ребенком, то был обязан развлекать себя сам. И лучший способ это сделать, играть в такую глупую игру, как прятки. Я не хочу хвастаться, но я довольно серьезно относился, когда дело доходило до игры в прятки. Я мог найти лучше всех укрытия. Я мог просто отсутствовать в течение нескольких дней за одну игру. Прошло уже два часа, мне больше не хочется его искать. Пошли играть в 1.6. В конце концов, я просто выхожу из ниоткуда. Люди находятся в середине моей похоронной речи. Боже мой, мой ребенок жив! Черт возьми, ты хоть представляешь, сколько стоят эти похороны? Я не был похож на моего тупого друга Костю. Кто будет стоять за лампой с закрытыми глазами? Они меня не видят, если я их не вижу. Костя, ты бы мог, по крайней мере, выключить лампу ради всего святого. Единственная проблема в том, что иногда в прятки я становился немного амбициозным. И это приводит меня к неприятностям. Например, однажды мы играли в доме моего друга Лехи. И у меня появилась блестящая идея спрятаться в его сушилке. Теперь, что может пойти не так? Это просто большой тяжелый прибор, который может убить меня, если я не буду осторожен. Подумаешь! Так что я втиснул свое тело там, как идиот. И попросил Костю закрыть дверь для меня. Ты хочешь, чтобы я включил сушилку? Просто, чтобы выглядело более незаметным. Костя, если ты дотронешься до любой из этих кнопок там, я тебя четвертую. Ты меня понял? Мне все тесно и неудобно. Просто надеюсь, что ничего ужасного не случится. Как будто я задыхаюсь или не дай бог проиграть в эту чертовую игру в прятки. Я начинаю откидываться назад, пытаясь освоиться в этой чертовой штуке. И так как я начал шевелиться, барабан сушилки начал вращаться назад. Так что вместо того, чтобы сидеть на заднице ровно, как и было, теперь я сижу на шее, прижимая всем своим весом. Теперь важно отметить, что я не страдаю коастрофобией. Или, по крайней мере, раньше не страдал, пока не застрял в сушилке. Я полон паники, лежу там, думая. Боже мой! Вот так я и умру. В какой-то тупой позе Камасутры. В какой-то тупой позе Камасутры застрял в гребаной железяке. Каким-то образом я открываю двери и вижу Костю, стоящего в углу с корзиной для белья на голове. Задыхаюсь! Костя! Костя! Помоги мне! Ты бы закрыл свой рот! Ты выдашь наше местоположение! Черт, Костя! Я не могу дышать! Хватит дышать воздухом так громко! Да что с тобой такое? Черт возьми! Внезапно входит Леха. Он видит, как моя задница съедается заживо его сушилкой. Как какая-то дерьмовая книга из ужастика. Что, черт возьми, происходит? Я не подписывался на такое. Поэтому он и мой друг Тёма должны вытащить меня, как пьяного парня. Он теперь должен быть голящим, верно? И он не умер. Поэтому он должен голить. Костя! Как только я почувствую свои ноги, я тебя четвертую, ты это знаешь! Само собой, разумеется, я должен был изменить свою стратегию в прятке. Поэтому вместо того, чтобы прятаться в приборах, я ходил в комнаты, в которых я не должен был находиться. Однажды я вошел в спальню мамы Лехи. И я попытался спрятаться под ее кроватью. Но я не мог спрятаться под ее кроватью, потому что там была коробка, преграждающая мне путь. Поэтому я вытащил ее и внимательно посмотрел, что внутри. И это кое-что качели для взрослых. Это гребаные секс-качели. Что за хрень? Что? Что это? Что ты нашел? Костя! Что ты делаешь в комоде мамы Лехи? Я пытаюсь спрятаться. Ты знаешь, как трудно было спрятаться сюда? Со всеми этими наручниками и бутылками с лосьонами. Наручники и бутылки с лосьонами? Да! И это странная вещь, которая продолжает меня щекотать. И тогда заходят все остальные ребята. Лех! Что за странный цирк устроила твоя мама? Леха стоял там, глядя на коробку, весь в ужасе. Костя проверяет под кроватью что-нибудь еще. Может быть здесь есть бар для обезьян? Так что мы не знали, что делать на данный момент. Поэтому мы просто вставили коробку обратно под кровать. Надеемся, что она не заметит. У меня там транспортир, пытающийся получить правильный угол. Мы в гостиной стараемся не смотреть в глаза Лешиной маме. Так, мальчики, хорошо провели время? Может быть и хорошо, если бы не качели. Какие? Ничего. Да, мы отлично провели время. На самом деле я должен чаще качаться и играть в прятки. Как ты думаешь, Леха, я должен завтра покачаться? Да. Или может быть вы можете качаться у моего дома, мы можем играть там. Аааа. Я понял. Потому что мы нашли секс-качели в спальне Лешиной мамы. Да, я буду качаться. Я могу качаться по собачьи, если хотите. Дружище, если тебе понравилось видео, обязательно подпишись и поставь лайк. Всем пока.